МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российская сборная вернулась с Евро-2012, даже не выйдя из группы. Болельщики и критики гадают о причинах провала. Может быть, тренер плох или футболистам настолько хорошо платят, что они ленятся играть. Скорее всего, это так и останется загадкой. А вот команда «Надежда» из Бузулкского дома-интерната для престарелых и инвалидов показала на футбольном поле Самары настоящий класс. «Синий Кап» – соревнование по мини-футболу среди воспитанников со сниженными интеллектуальными способностями из домов-интернатов. Международный турнир, о таком они и мечтать не могли. Получив приглашение, сначала не поверили в чудо, а поверив, не стали терять времени даром. Собрали команду, нашли тренера. В Самарскую область на территорию Национального парка «Самарская лука» на базе оздоровительного комплекса «Здоровяк звездный» в составе сборной отправились 10 человек. И пусть на пьедестал за медалями поднялись представители других областей, Бузулкские ребята считают победой сам факт своего участия в этом турнире. «Участников было 8 команд, и мы приехали с медалями, и нам не важен результат, а само участие. Поверьте мне, очень здорово. Столько впечатлений, столько знакомства, новые друзья». По мнению всех участников команды и тренера, игра получилась красивая, а единственный забитый гол и вовсе поднял их уверенность в своих силах до небес. «Главное участие, главное, что они смогли вот до этого дойти». «Мы съехали нормально, завели один гол, ну, очень рады. Завела Таня Мирушина, очень красиво в финальце». Татьяна Мирушина с гордостью показывает свой приз. Именно эту девушку выбрали зрители самым обаятельным футболистом «Синякап-2012». И, кажется, не ошиблись, сколько в Тане жизнелюбия и веры в хорошее. «Мне тут нравится, я тут живу, у меня комната красивая, я тут убираюсь. Это кровати, тут руку помогаем заправлять. Это пупойные команды. Он мне понравился. Мы с ним на лавочке сидели и сговаривали. И теперь вы дружите, да? Да. Мы с ним это и звоним сюда другу». Медики не устают повторять. Люди, страдающие легкими и средними степенями умственной отсталости, могут найти свое место в социуме. Доказано, что если регулярно заниматься с больным ребенком, то он становится социально приемлемым, самостоятельным и относительно независимым членом общества. В условиях специализированных интернатов, оторванные от социальной среды и лишенные обыкновенных человеческих интересов, такие люди зачастую теряют возможность развития и социальной реабилитации. Поэтому мероприятия, подобные турниру «Синяка», для них просто бесценны. «В первую очередь общение с другими, да, то есть вот участниками футбольного турнира. Вот. Потом сам процесс выезда, понимаете, не где-то здесь, вот мы поехали в музей, там, например, где-то к памятникам, в кафе, а вот именно в другую область, понимаете. Вот это вот на уровне других областей, что они представляли не только город, но Оренбургская область, они были настолько вот, как говорится, радостны, воодушевлены. Это такие же люди, они хотят развиваться, они хотят видеть мир». Кроме спорта, в сферу интересов воспитанников интерната входит и огород. Для них это большое удовольствие самостоятельно сажать, ухаживать, чтобы потом гордо сорвать и отнести выращенное в столовую. Не только за этим огородиком с любовью следят сами воспитанники. С помощью сотрудников заведения и при непосредственном участии проживающих на большой территории дома-интерната появились зеленые аллеи, цветочные клумбы, фруктовые деревья. Работать здесь никого заставлять не надо. Для людей с особенностями интеллектуального развития любой природный процесс, даже самостоятельно выращенная семечка, является настоящим чудом. Также любят и умеют эти ребята ухаживать за животными. А уж какие они рукодельники! Традиционный подход к людям со сниженным интеллектом в нашей стране до сих пор строится по сугубо медицинской модели с акцентом на инвалидность, неполноценность, тяжелый недуг. Но стоит задуматься над этим чуть глубже и становится понятно, какой острый дефицит социальной сущности ребенка провоцирует эта система. И пусть пока еще медицина не располагает средствами, которые позволяли бы лечить подобные отклонения в здоровье, жалеть таких людей и помогать им может каждый желающий.